всем привет с вами кекс и сегодня я хочу показать самую простую мастику для лепки это вариант который я использую для каких-то твердых фигурок или там где мне надо поменьше затрат использовать там где мне не важно супер гибкость и и в принципе только для лепки для покрытия тортиков такая мастика не подойдет для нее в принципе нужно только желатин сахарная пудра вода можно добавить какой-то экстракт типа для запаха ванильный миндальный без разницы в общем я беру 1 к 8 желатин к воде если я беру чайную ложечку то у меня получится где-то чайная ложка желатина без горки я так в среднем распределяю чтобы это где-то как под нож было так может ну можно чуть чуть больше если вам надо потом что плотнее было и 8 точно таких же ложек воды и если я буду на чайной ложке использовать то это где-то 250 ну максимум 300 грамм сахара то есть ну посмотрите желатин я замочила в комнатной температуры воде и оставила где-то минут на 15 он меня на буквы видели такая кашица получается иногда даже она покруче получается то есть но зависимости от желатина я решила для большей гибкости добавить еще пол чайной ложечки патоки вы можете ее вовсе не добавлять можете добавить немножечко меда чисто просто чтобы более мягкая у вас получилось мастика поставила я в микроволновку буквально два раза по моему по 10 секунд и это все у меня дружно растаяло соединилась равномерно пару капель эссенции я капнула если не ошибаюсь смородины или клубники вот самая простая что-нибудь лишь бы потом мастика мне вкусно пахло вот и собственно можно приступать уже к вымешиванию тут а дальше больше никаких ничего придумывать не надо велосипед уже придумал нам понадобится как я уже говорил 250 где-то 300 грамм сахарная пудра она у меня уже была просеяна пакете когда я ее отвешивала вот но я ее еще буду сюда же просеивать чтобы не попадалось на никаких крупинок вот пудру я добавляю частями чтобы хорошо у меня она соединялась с моей массы можно сказать что сюда можно добавить еще немножко лимонного сока но я в этот раз это не делала мне собственно в этот раз эта мастика была нужна для того чтобы накрутить конусы для роз то есть мне не надо было использовать какую-то серьезную мастику очень сильно тянущуюся такую типа как для лепестков и прочее я использую вот поэтому мне нужно было самое просто из этой мастики частенько леплю фигурки которые должны быстро высыхать она высыхает очень быстро шеи лебедей всяких которые тоже хорошо в принципе держит форму и нужно чтобы быстро схватились всякие перышки листики это все возможно ромашки отлично если у вас вы вырезаете катером то ромашки отлично то есть то что вам не сильно нужно чтобы тянулась хотя она кстати тоже тянется отлично держит форму текстуру если вы сотиском будете работать то есть для лепки в принципе это мастика тоже подойдет для лепки цветов пожалуйста если вам нужен вариант попроще частично покуда я могла вымешивала ложкой потом моя ложечка уже начала гнуться не выдержала такого давления на себя поэтому дальше буду вымешивать я на столе просто на стол оставшуюся пудру я высыпала здесь у меня кстати ушло где-то 270 грамм пудры не 250 не 300 а как бы посредине вот если вы добавите чуть больше меда или добавите еще лимонный сок соответственно у вас немного больше войдет вашей пудры то есть ориентируйтесь на ощупь это мастика сразу в принципе пригодна к работе но если она полежит 10-15 минут то есть она станет еще более пластичной если вы будете работать с ней там через длительное время положите ее в холодильник а потом за желательно заранее достать из холодильника потому что вы не отломайте желатин хорошо схватиться и она как бы будет такая прям тверденькая вам будет сложно ее быстро размять поэтому достать ее на комнатную температуру а потом через время уже вот вы видите она такая как бы довольно пластичная я бы сказала учитывая на ее состав она очень пластична не нужно в мастику добавлять очень много желатина очень много желатина убирает у нее пластичность поэтому это этого делать не нужно вам для лепки отлично подойдет такая мастика на хорошо держит форму если это вам нужно каких-то небольших животных лепить и тому прочее вот поэтому она не обвисает как бы если она полежит у вас 15 минут она станет тверже и она не будет у вас виснуть на всякие ручки ножки лапки и тому подобное вот мастика очень приятная гладкая вы видите она прекрасно держит форму там где я ее придавливаю пальчиком она отлично уже держит форму и такая учитывая что мы не добавляли в нее масло абсолютно не липнет к рукам то есть я вмешала туда всю пудру и она не липнет заворачиваю я свою мастику пленку даю и какое-то время полежать чтобы она у меня подружилась со всем своим составом тем временем я как говорила 6 здесь я буду лепить конусы для роз я буду лепить на зубочистках и на вот такой вот проволоки цветочной специально флористическая проволока у меня я ее там не тоненькая проволочка 05 поэтому я ее сгибаю вдвое чтобы она выдержала потом мои крупные цветочки и делаю петельку на зубочистки соответственно такого нас не получится там не будут небольшие бутончики она вот таких вот железных опорах у меня уже будут крупные розочки вот собственно сейчас покажу какая мастика мне получилось а у меня вот вы видите целую кучу накрутила но в общем это все в следующем видео здесь просто хочу показать то что у меня получилось из этой мастики вы видите она полежала и она такая прям не очень тянущаяся она ломается но если вам с нее нужно что-то лепить там шарики очень хорошо кто знает пробует мастику на шарик скручивать между руками шарики если все стыки очень быстро заглаживаются то значит мастика хороша чтобы с нее лепить то здесь да эти шарики очень быстро заглаживать вы сейчас увидите когда я буду крутить этот конус вот я оторвала тут рваные края буквально несколько раз я прокатала между руками и все стыки у меня сглажены но здесь у меня собственно это не так принципиально важно потому что эти конусы у меня будут внутри ну и покажу что она у меня не течет сушить я свои конусы буду на пенопласте поэтому и она у меня не падает даже держась на такой тоненькой проволоке в общем задавайте вопросы если вдруг что непонятно постараюсь ответить а с вами был кекс подписывайтесь на на мой канал на мою группу в контакте до новых встреч пока пока